Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приветствуем вас в зале Павловского историко-краеведческого музея «Дорога к славу». И сегодня у нас в гостях друг Павловского историко-краеведческого музея, актриса Павловского народного театра Тимошина Татьяна Петровна. Сегодня Татьяна Петровна принесла замечательные вещи, исторический материал, просто фотографии своих родителей, участников Великой Отечественной войны, интересные истории, которые она вам рассказывала. Мы хотели бы, чтобы она сегодня повторила их для вас. Татьяна Петровна, ну скажите, пожалуйста, когда ваша мама ушла на фронт, сколько было ей лет? Я хочу вот что сказать. Моя мама Ларионова Леди Тимофеевна, она в 41-м году научилась в Ставрополе, в педагогическом институте. Она сама рассказывала, что о ней тогда студенты помогали военкомату, бегали туда. И вот в 19 лет, 12 апреля 42-го года, по призыву комсомола, она ушла на фронт. Было их 80 девушек, и все попали в 454-й зенитно-артиллерский полк противовоздушной обороны. Мама была в прожекторном батальоне, наводчиком, наблюдателем поста управления. То есть прожектористой она была. Освещала. Да, как он показывает войну, вот эти вот прожектора ходят. И вот здесь вот она, это вот статья, я ее читаю, про которую написали маме в свое время. В нашей местной газете. Да, это газета за 9 мая 92-го года. Эта мама давала там интервью, приходили к нам, она рассказывала. И вот она рассказала о наиболее запомнивших событиях. Это было под Краснодаром, вспоминает она. Мы охраняли небо от звездных налетов. Самолетов было много. Вдруг мы осветили, господи, и Хенкель 111-й с бомбовой нагрузкой. Ослепленный большим количеством прожекторов, летчик не справился с управлением и разбился. Город был спасен от бомбежки. За выполнение этой задачи Лидия Тимофеевна получила медаль за боевые заслуги. Много интересного было рассказано ветеранам, как приходилось им в Крыму переправляться через Керченский пролив. Это было в январе 44-го года. Их сильно бомбили. Рассказала она, как охраняли Баку от налетов немецких разведчиков. Приходилось быть особенно бдительным, так как город находился рядом с нефтяными вышками. Много повидала и принесла тяжести в свои молодые годы. Но она не теряла оптимизма, бодрости. До сих пор помнит своих боевых подруг. Войну она закончила в Чехословакии. Вот у меня здесь есть список ее боевых наград. У нее их было пять. Это орден Отечественной войны. Вот орденская книжка. Отечественная война второй степени. Две медали за боевые заслуги. И медаль за оборону Кавказа. И пятая медаль была за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Вот это вот она такой была войну. Вот это вот она со своими девочками. А это вот такая вот она была в возрасте. Да, это уже... Какие лет мама дожила? Она дожила до 82 лет. 82 лет. Вот интересная вырезка здесь. Это вырезка была в нашей тоже газете. Здесь написано, что снимку 68 лет. На нем запечатлены ученики школы номер 2. Точнее, те, кто добился замечательных успехов в 35-36 учебном году. И вот здесь вот в третьем ряду, с краю, моя мама. Вот она вот с краюшку здесь мама у меня. Потом вот уже в 18-м году... В 2018-м году. В 2018-м году, да. В 2018-м году. Когда было 100 лет в ЛКСМ. Была такая статья, большая, рожденная октябрем. Здесь, ну, как бы, руководители комсомольских организаций. И вот в середине, опять же, моя мама. У вас общественница была? Школу она окончила. Ну, тогда не было золотых медалей. Но она показывала мне свои битабеля. Там не было даже четверок. Одни пятерки. Ну, что мне очень хочется сейчас делать. Мама жила в Ставрополе, как я говорила. В Ставрополе жила ее старшая сестра. Тетя Женя. То есть Лариона Евгения Тимофеевна. И вот она была тогда учителем русского языка и литературы. И она в ночь, когда мама уходила на фронт, написала стихотворение. Девушка все решены. Я хочу вам его прочитать. Милая девушка в серой шинели, шапки-ушанки на нижних кудрях. Щеки, как будто слегка побледнели, сумка, винтовка на хрупких плечах. Бодро идешь ты, нет тени волнения. Ясно, как в небе во взоре твоем. Это не краткий момент увлечения. Сердце строится сесильным огнем. Милая, чуткая, славная, нежная. Что же заставила стать тебя в ряд? Откуда взялась эта сила железная? Где ты оставила прежний наряд? Помнишь ли теплые майские ночи? Песни звучали над мирной землей. Юноша стройный, шептал тебе очень. Очень люблю и любуюсь тобой. Глаз засветился и сдвинулась бровь. Помню я все, ничего не забыла и не забуду. Но то я любовь в сердце своем глубоко сохранила. Юноша стройного нет, он убит. Мать и отец мои также убиты. Нет и сестры. Растерзали. Лежит где-то во враге. Они не забыты. Немцы-фашисты наряд мой украли. Город прекрасный, любимый сожгли. Мирных людей они труд растоптали. Много печали и слез принесли. Силу железа создали с бойцами, ведь не одна я, ведь наш коллектив, русский народ, наша партия с нами, движет вперед нас единый мотив. Милая девушка в серой шинели, позже победа скорее придет. Гнев и забота тебя так одели, родина наша страдает, зовет. Добрый же путь тебе, наша родная, сил пусть достанет на весь твой поход, вдруг твой бит. О нем вспоминай, любит тебя весь советский народ. Это восхитворение написала моя тетя Женя. В ночь на 10 апреля 42-го года. Ну а мы хотим пожелать всем нашим дорогим ветеранам. Мирного неба, ясного неба над головой. Ведь вы поистине заслужили и знаете ему цену добра вам, здоровья, любви родных и близких и светлой радости.